18-летним мальчишкой, только что окончившим школу, застала новость о начале войны Фёдора Глухих. Шока не было, говорит ветеран, была только твёрдая уверенность, что все вместе победят врага. 22 июня мы были в 9 часов утра на товарной станции Минске. Был великолепный день, всё шумело, всё гудело, ничто не предвещало войны, ничто не предвещало беды. В 11 часов наш поезд остановился где-то на какой-то небольшой станции, мы услышали конец речи Молотова. Почтить память героев и возложить цветы к горельефу скорбящей матери Родины в годовщину начала войны на площадь славы пришли первые лица губернии и городской администрации, члены общественных организаций, а также сотни самарцев, чьи семьи тоже коснулась война. И, конечно, ветераны Великой Отечественной и участники боевых действий. Мой папа кадровый милиционер в 1892 году рождения наставил меня, сказал, сынок, началась война. Хоть ты ещё молодой, а тебе ещё придётся воевать. Будь достойным воином, сражайся за Родину, не жалей своих сил. Но самое главное, никогда не проявляй элементов трусости, это тебя погубит. Память погибших почти лиминутой молчания, гимном Российской Федерации и торжественным залповым огнём. Марьяна Мирная, Артём Сулайманов. События.